Всем привет, мои хорошие! С вами я, Кемеля, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами, как всегда, мукпанк. Мукпанк из тех продуктов, которые есть у меня в холодильнике, потому что из дома выходить у нас нельзя. Вы уже знаете по моему инстаграму, я вам рассказывала, что у нас два дня карантин, то есть два дня, комендантский час, можно так сказать, нельзя ни в коем случае выходить на улицу. Даже были случаи, когда люди, например, поднимались на крышу, чтобы пожарить себе шашлык, их приходили и увозили. Поэтому вот такие вот у нас меры предпринимаются, чтобы обезопасить нас, так скажем. Итак, что у нас сегодня? У нас Принглс, мои любимые сыра. Я взяла вот такие вот хлебцы, потому что все говорят, что ты кушаешь без хлеба. На самом деле я хлеб ем очень редко, не потому что я хочу похудеть, а просто я его не очень люблю. Я часто ем просто хлебцы. Здесь у нас сосиски, наконец-то кукуруза. Я, честно, в первый раз вижу в супермаркете кукурузу, решила не обходить стороной и взять. Здесь у нас яйца куриные, огурчик. Также здесь немножко осталось кисло-сладкого соуса. С прошлого видео я подумала, ничего страшного. И вместо соуса у нас будет соевый соус. И давайте приступим. Я буду кушать прям руками. Я надеюсь, что вы меня извините за это. Здесь у нас апельсиновый сок. Однажды я решила сделать свежевыжатый сок и выжала сок четырех апельсинов. И мне прям так мучила совесть. Эти апельсины могли съесть все, а я просто выжала сок и, получается, выпила одна. Сидели сейчас с бабушкой, рассуждали. Она рассказывала про времена своей молодости. И она всегда рассказывает о том, что мой дедушка всегда ей изменял. Но в их времена никто даже о разводе не задумывался. Для всех это было просто табу. Она говорит, что она не понимает нынешнюю молодежь, которая просто берет и разводится, когда что-то не устраивает. Ко мне, говорит, приходили девушки, уже беременные. Говорили, что ждут ребенка от моего мужа. И она делала вид, что она не верит. Просто, чтобы сохранить семью. Элементарно, на работе чем плохо относились к тому, что ты разводишься. Сейчас, мне кажется, всем плевать, у тебя полная семья, неполная, есть ребенок в семье, и вы разводитесь или нет. С одной стороны, это как-то хорошо, чтобы были какие-то ценности. Но с другой стороны, я думаю, что нет смысла жить вместе, если вы не любите друг друга. А в случае моей бабушки как раз-таки было так. Они совершенно не любили друг друга, в общем, их просто поженили, потому что старшие так решили, так можно сказать. У бабушки был молодой человек, которого она любила. Можно сказать, насильно ее выдали замуж. Сейчас такого нету. Нигде. Даже в боком забытых каких-то деревнях. Нету такого понятия, что выдали насильно. Родители могут порекомендовать что-то. Повлиять на твое мнение. Например, если я завтра познакомлю своего парня, например, со своей мамой, и она скажет, нет, Айка, он тебе не пара. Я его не брошу, но все-таки я задумываюсь о том, почему мама это говорит. У меня был одногруппник, он встречался с моей подругой. Я их познакомила. Прошло где-то 9 месяцев они были вместе. Потом парень решил рассказать своей маме о том, что у него есть девушка, я хотел познакомить их. И мама сказала, что она тебе не пара. И он попросил обосновать, так скажем, да. Почему? У нас бывает, что родители против, но родители против почему-то. И он мне тоже объяснил ситуацию. Он объяснил, что я учусь в универе в дорогом. Моим родителям сложно меня обеспечивать. Они дают мне образование для того, чтобы в дальнейшем у меня было хорошее будущее. А она нигде не училась, живет в деревне. Например, у меня будет проблема. Она мне в финансовом плане никак не сможет мне помочь. То есть, получается, после того, как он рассказал маме про эту ситуацию, он понял, что она ему не пара. Мне просто непонятно одно. Когда ты начинаешь общаться, ты уже должен думать о перспективе вперед. То есть, когда вы начали общаться, ты знал, что она не училась в универе, что она живет в деревне и так далее. Все эти моменты ты знал. То есть, это для тебя не было сюрпризом. И получается, после слов мамы, он решил с ней расстаться. У нас были общие знакомые, там, девчонки. И все начали его назвать. Вот, маменькин сынок. Чуть что мама сказала, он сразу решил отречься от нее. Что вот родители нам находят вторую половинку. Это не так. И он не знал, как сказать моей подруге, что проблема в том, что ты не училась в универе и так далее. И напридумал. А я ей, честно, сказала правду. Зачем я ее буду обманывать? И вы знаете, прошли годы. Она переехала. Получается, что две сестры и мама, они снимают комнату и копят деньги. Уже купили себе участок. Сейчас будут строить дом. То есть девочка толковая, умная. Красивая, воспитанная. Я согласна, что совсем основываться только на чувствах нельзя. Когда я ознакомилась со своим парнем, дело не в том, что мне нужен был миллионер, но я просто знала, что хотя бы он с высшим образованием, критичный, с хорошей семьей. И многие вот эти моменты я знала. Конечно, сейчас, может быть, многие меня осудят и скажут, нет, Айка, самое главное, любовь и все такое. То есть самое главное, рай в шалаше. А все остальное потихонечку будет. Я просто не соглашусь с этим. К сожалению, люди с каждым годом становятся все более требовательнее. Элементарно посудите сами, сколько денег мы тратим на телефоны. Во времена наших родителей не было телефонов, и поэтому люди не тратили на это деньги. Поэтому очень много таких моментов всяких. А еще у меня плохие новости. Представляете, мама не приедет. Точнее, непонятно, когда приедет. Она должна была через недельку. Сейчас просто закрыт въезд в город. Она прописана там, в деревне. Может, вы думаете, что мама просто едет там отдохнуть и так далее. Ребят, на самом деле, это не так. Мама едет по делам. У нас в деревне огромные участки земли, и мы планируем в дальнейшем заниматься сельскохозяйственной деятельностью. То есть, у нас земля, и мы там посадили деревья. За этими деревьями нужно ухаживать. Дело не в том, что маме самой надо скопать, не знаю, три гектара земли. Дело в том, что если ты сам не будешь там, даже если людям ты заплатишь денег, ты не будешь уверен в том, что полили они или не полили. Может быть, просто человек скажет, да, я полил твой участок. А на самом деле этого не было просто. Поэтому мама там. То есть, если один год, просто вот коронавирус, давайте все сидеть дома, да, один год мама не будет заниматься этим. Папа еще приехать не может, потому что папа за границей. Деревья все высохнут. И получается труд, который ты вложил за три года, он коту под хвост. Поэтому ты вынужден ехать. Просто так тихо, ни души, ни машины не едет, никто ничего не сверлит. Прям идеально для мукбанка. Я очень надеюсь, что мама в скором будущем приедет. Ну, я очень сильно сомневаюсь в этом, потому что число зараженных увеличивается. Поэтому тяжело. Государство старается сделать так, что вот эту болезнь, которая в городах, а в большинстве случаев она именно в городах, мне перевезли в район. Кукурузу. Обожаю кукурузу. Даже консервированную обожаю. Я зашла в магазин, у кукурузы не было ценника. Я подхожу к консультантке и говорю, сколько стоит у вас кукуруза? И она говорит, смотря какой размер вы возьмете. Я говорю, в смысле? Если большая, то дороже, там цена есть. Я подхожу. Смотрю, все кукурузы, они одинакового размера. О чем она говорит, я не поняла. Чуть ли не с линейкой сижу, меряю. Какая больше, какая меньше. Оказывается, она имела в виду кукурузу, вот эту кукурузную палочку. Кукурузу. Вроде бы, ничего не планировала. Просто взяла то, что в холодильнике, положила перед собой. А честно, все идеально сочетается. Раньше я всегда покупала лейс. Я была в восторге от лейса. В Принглс мне не нравилась цена. Реально, Принглс очень дорогие. Но сейчас я обожаю Принглс. Они идеально ровные, они одинаковые, они вкусные. Это вообще нечто. Единственный минус, что они очень дорогие. На этом, ребятки, все. Осталось два соуса. Было очень вкусно. Я наелась. Если вы тоже кушаете, то приятного аппетита вам. Обязательно подписывайтесь ко мне на канал. Ставьте лайк этому видео. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. Всем пока. Продолжение следует...